Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Я рада приветствовать всех, кто смотрит нас на канале «Россия-1». Сегодня наша программа будет посвящена очень важной теме – молодежной политике. Мы расскажем о том, каким образом государство помогает нашей молодежи реализовать свои проекты. Но об этом сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-22, в горах местами до плюс 16, в днём плюс 32-37, в горах местами до плюс 29 градусов. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20-22, в днём плюс 33-35 градусов. 21 августа в Карачаево-Черкесии стартует Всероссийский форум «Махар-2023». Это самый высокогорный форум. Что на нём обсуждают? Какие проекты? Кто в нём участвует? Давайте посмотрим, как это было в прошлом году. Сюжет моей коллеги Мадина Лайпанова. Более 100 участников из разных субъектов северо-кавказского и южного федеральных округов. Десятки образовательных и развлекательных площадок. Туристические походы и встречи с успешными людьми Карачаева-Черкесии не только. Форум «Махар» имеет свою богатую историю. Когда-то он начинался как школа-семинар студенческого актива Карачаева-Черкесского госуниверситета, который по сей день является одним из основных организаторов. А уже сегодня высокогорный северокавказский форум «Махар-2022» впервые стал площадкой для Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Ежедневно участники форума встречались с экспертами и приглашёнными гостями самого высокого уровня. Так, в один из дней площадку «Махара» посетили вице-премьер Республики Дмитрий Бугаёв, депутат Народного собрания Ахмат Байрамуков, министр по делам молодёжи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов и исполняющий обязанности ректора Карачаева-Черкесского государственного университета Таусултан Узденов. В ходе встречи участники презентовали гостям свои проекты, задавали интересующие вопросы и получали по ним обратную связь. В свою очередь вице-премьер отметил готовность правительства Карачаева-Черкесии как всесторонней поддержки инициатив молодёжи. Организаторы форума в целом уделили большое внимание образовательному блоку. Были проведены тренинги от ведущих экспертов Росмолодёжи и гостей федерального уровня. Ребята смогли узнать все тонкости написания проектов и успешные защиты. Сегодня мы с ребятами обсуждали публичную защиту. Я рассказал им секреты, которые им помогут подготовиться к этой защите, чтобы они в течение трёх минут могли максимально эффективно рассказать о своём проекте, чтобы мы, как эксперты, смогли его оценить, знать самые сильные и самые интересные места этого проекта. В рамках нашего форума впервые мы запланировали провести всероссийский конкурс молодёжных проектов. Поэтому социальное проектирование – основной блок. Дальше мы сейчас взяли популярные, постребованные направления – студенческий туризм, креативные индустрии, ну и, собственно, молодёжная политика, которая в себя включает и социальное проектирование. Вот эти четыре блока мы решили организовать. Позаботились на форуме и о физическом здоровье участников. Ребят водили на Нарзанный источник, в поход к Гондарайскому водопаду, ежедневно проводили зарядку и организовывали спортивно-развлекательный досуг. Функционировали волейбольная площадка, футбольное поле, а особо меткие могли пострелять из лука. Конечно же, центральным событием форума стало проведение грантового конкурса. К экспертной оценке были допущены почти три десятка проектов, многие из которых были высоко оценены профессионалами. Если сравнивать, что у нас в этот год, то в первый год стало 80 площадок, куда мы ездим. Многие площадки впервые, как, например, Махат. Но уровень ребят и уровень подготовленности здесь иногда даже выше, чем на некоторых больших всероссийских форумах, которые мы проводим. Очень удивилась, сама удивились эксперты тому, какие темы затрагивают ребята. То есть это не просто, например, какие-то студенческие фестивали, как это обычно бывает, либо какие-то там форумы, а такие глубокие темы, то есть поддержка медицины, поддержка музыкантов, то есть глубина и проработка самих тематик. То есть сразу видно, что не сначала была идея, а сначала была проблема, которой человек проникся, и потом пришел к тому, чтобы социальным проектом ее можно было решить. По итогу форума обладателями грантовой поддержки стали 8 участников из разных субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Так, участник из Ингушетии Али Картоев защитил проект по благоустройству туристических мест в родной республике. Как признается молодой человек, он был очень рад победе, но еще больше ему понравился сам форум и люди, окружавшие его целую неделю. Грантовую поддержку получил и проект Шамиля Хапаева из города Карачаевск. Целью его проекта стало освещение футбольной площадки в родном городе для того, чтобы футболисты могли тренироваться в темное время суток. Игровое время в течение дня очень маленькое для любительского футбола в городе Карачаевск. То есть ближе к вечеру, допустим, с октября по март, по апрель, короткое время, то есть темнеет быстро, и заниматься, тренироваться надо ездить или в Черкесск, или в ближайший объект, чтобы тренироваться по футболу. Мы на площадке освещение ставим, тем самым, чтобы было время потренироваться, ну, более взрослому поколению. Маленькие-то, понятно, при нем тренируются, а остальным негде тренироваться, так как стадион главный на реконструкции, он или 23-го, или 24-го года. Я, безусловно, рад. Я так хочу пожелать всем жителям нашей республики, нашей страны, чтобы они просто посетили этот форум. Без лишних слов, просто чтобы они посетили, а потом в конце сказали свое мнение об этом. А вот Лаура Джуева представила проект, направленный на гармонизацию межнациональных отношений. Сама девушка выросла в смешанной семье и очень хотела бы, чтобы жители Карачао-Черкесии как можно больше узнали о традициях и обычаях соседствующих народов. Церемония награждения победителей получилась яркой и эмоциональной. Участники и организаторы горячо поздравляли обладателей грантовой поддержки. Позже состоялась церемония закрытия, где команды показали свои авторские номера. Не обошлось без слез от расставания. Многие ребята попросту не хотели уезжать, но организаторы форума пообещали встретить всех уже в следующем году на Махаре-2023. Мадина Лайпанова, Аслан Гирюгов, Али Бастанов при поддержке пресс-службы Карачао-Черкесского государственного университета. А сейчас я с удовольствием представляю наших гостей. Это директор автономно-некоммерческой организации «Моя карьера» Расим Попшов и начальник управления молодежной политики Карачао-Черкесского госуниверситета Наурус Капушев при непосредственном участии и поддержке которых и проходит форум АХАР. Спасибо вам огромное, что вы нашли время, заглянули к нам. Я понимаю, что вам сейчас каждая минута на счету, каждый час дорог, но тем не менее нашли время. Огромное вам спасибо. Расим, я бы хотела спросить у вас, задать вам первый вопрос, потому что вы как бы представляете министерство молодежной политики Карачао-Черкесии. Форум, мы знаем, что он получил статус всероссийского. На него приезжают молодежь со всей страны. Цель какова? Все-таки главная задача форума в чем состоит? Одна из самых главных целей, на мой взгляд, это как и развитие, так и консолидация молодежи не только Карачао-Черкесской республики, но и всей России. Я как раз бы дополнил, что в прошлом году он получил статус всероссийского. Благодаря как раз поддержке главы нашей республики, министра и ректора Карачао-Черкесского госуниверситета, теперь мы можем приглашать к себе ребят со всей страны. И цель в развитии нашей молодежи, а также, чтобы молодежь с разных регионов, они знакомились между собой, набирали связи. Ну, Наурус, тогда и к вам вопрос. Сколько молодежи в этом году вы ожидаете и из каких регионов они приедут? Регионы по всей России у нас нет конкретно там СКФО или каких-то других федеральных округов. Совершенно без разницы по всей России. Мы ожидаем около 200 человек. Расим, мы знаем, что форум МАХАР это не просто времяпровождение, приехали, обменимся опытом. Это и обучающие мастер-классы, лекции. Кого обычно приглашают на форум МАХАР? Какие интересные лекции проводят? Кто их проводит? Ну, все лекции и тренинги проводят эксперты и эксперты Росмолодежи в том числе. То есть это довольно-таки высокого класса эксперты. Они будут проводить лекции по трем направлениям. Это молодежный туризм, это по направлению молодежного проектирования. И у нас есть еще креативные индустрии. Ну, вот я хочу вам с гордостью сказать, когда в прошлом году мы делали репортаж с МАХАРа, да, МАХАР-2022. И там присутствовал как раз федеральный инспектор по делам молодежи. И мне так понравилось, прям вот душу грело, когда она сказала о проектах, которые подает молодежь, разрабатывает именно Карачаево-Черкесии. Она там сказала, что все остальные в стране, она же ездит по всей стране. Она ведь в России обычно подает заявки на проведение форумов, различных мероприятий. А наша молодежь, какая она, не просто она творческая, креативная, они стараются улучшить условия жизни наших граждан, да. Очень интересные проекты. Она говорит, они сначала переживают сами это все, и потом стараются создать вот проекты, гранты, подают заявки, чтобы помочь нашим людям преобразить окружающую действительность и мир. И вот скажите, пожалуйста, Наурус, мы уже знаем, какие направления, вот сколько грантов подали молодежь Карачаево-Черкесии, какие проекты? Пока мы точно не можем сказать, потому что заявочная кампания еще продолжается, и после окончания мы уже тогда увидим, сколько идей, сколько проектов. А направления их около 18 направлений, но если о них, конечно, говорить будет очень долго, я думаю, все направления наши ребята охватят. Ну а какие в основном вот интересные проекты, может быть, вам запомнились, Росим, вот подает наша молодежь, что вы смотрите, говорите, какие они молодцы все-таки? Ну у нас, я бы, честно говоря, не выделял бы какие-то конкретные проекты, поскольку каждый проект важен, нужен. И мне очень нравится то, что молодежь действует не в каком-то конкретном направлении, а задействуются все 18 направлений, которые дает Росмолодежь. То есть это спорт, ЗОЖ, туризм, это направления образовательные, это у нас есть также медиа направления, у нас очень много каворкинг-центров открывается. То есть у нас молодежь всесторонне развитая, и каждый, в чем он разбирается, начинает писать проекты, и довольно-таки высокого уровня проекты получаются. Вот, кстати, ваша сотрудница, Мадина Лайпанова, у нее проект, она как раз выиграла грант на прошлом Махаре, уличная музыка. И вот сегодня они уже будут давать концерт в городе Карачаевске, в Донбайе, и я надеюсь, мы еще успеем туда, на этот концерт. Это творчество, и творчество нам нужно развивать. Почему? Потому что мы должны показывать всей России, какая у нас креативная и творческая молодежь, потому что мы должны показывать культуру через творчество, через только позитив. И я думаю, вот этот проект, он достоин уважения. Он достоин не только уважения, но и наград. Я хочу похвастаться, буквально неделю назад проходился российский форум «Голос Евразии» в Дагестане, и наша Мадина Лайпанова со своим проектом, да, легенда из Казания Карачаев-Черкиси, да, завоевала диплом. Вот так, очень интересный проект, да. Она молодец, вот человек социальный. Вот, человек социальный. И еще я вам хочу сказать, не знаю, может быть, вы знаете, есть такой Казбек Канаматов, знаете, да? Какой интересный молодой человек, как он мыслит креативно. Вот, слушайте, мы когда ездили к ним на съемки, я думаю, боже мой, какая умная молодежь, настолько с ним интересно. Вот он и сам что-то разрабатывает, проекты интересные, мы их обязательно покажем в одной из наших ближайших программ. И других обучает. Вот какая у нас молодежь. На самом деле так и есть, и как раз вот эти площадки, как Махар, они для того и созданы, чтобы мы увидели эту молодежь и дали им эту площадку для того, чтобы они могли раскрыться. Если этих площадок не будет, то, конечно, мы эту молодежь не сможем увидеть и не сможем дать им возможность раскрыться и принести какую-то пользу нашему обществу. Ну, мы и должны сказать о том, Расим, что Министерство по делам молодежи, это вообще государственная политика. Она не просто поддерживает проекты, она помогает реализовывать их. То есть на этом Махаре, на форуме, есть вторая часть после обучающих мастер-классов. Ребята представляют свои гранты, которые оценивает эксперты, да, экспертная комиссия. Давайте напомним нашим зрителям, чтобы они все-таки знали, что это за гранты, какая сумма, на какую сумму можно претендовать молодой человек, которому хочется реализовать свою идею. Ну, если мы сейчас говорим про грантовый конкурс, который будет состояться на Махаре в 2023 году, он увеличенного размера до полутора миллионов рублей на физическое лицо. То есть каждый молодой человек, который и заявляет желанием подать заявку, он расписывает свой проект. Не обязательно писать на все полтора миллиона. У нас бывали и небольшие, но очень значимые проекты, до 100 тысяч, до 200 тысяч и так далее. То есть люди приходят, мы также, Министерство по делам молодежи проводит акселераторы социальных проектов. То есть до того, как сам форум начался, мы предварительную работу с ребятами ведем. Мы выявляем те или иные проблемы, которые их интересуют, помогаем им написать проект, обрабатываем его. То есть максимально подготавливаем их к тому, что они уже поедут с готовым проектом. Потом они подают заявку, едут на сам Махар на форуме вместе с экспертами русского молодежи, вместе с экспертами, которые есть наши местные ребята. Они дорабатывают свои проекты и уже на самой защите у них есть классные крутые проекты, которые мы ждем в 2023 году в реализации. Ну что ж, я думаю, наши ребята креативные, умеют работать и благодаря такой помощи, которую оказывает Министерство по делам молодежи и наш Карачао-Черкесский госуниверситет, я думаю, что они справятся. Скажите, Наурус, мы можем уже сказать, сколько заявок поступило от жителей Карачао-Черкесии и какие направления они выбирают? Заявки, конечно, их очень много. К сожалению, мы не можем принять всех. У нас по статистике в два раза больше заявок, даже в три раза больше заявок, чем мы можем принять. Ну, я думаю, около 70 участников из Карачао-Черкесии мы все-таки сможем принять у нас на форуме. А тогда, если в три раза больше подают, приоритет каким заявкам отдается России? Ну, мы изначально рассматриваем заявки по качеству заполнения. То есть мы смотрим на то, как качественно проработан проект, если есть проект, насколько качественно вообще вся заявка заполнена, насколько заинтересован человек вообще поехать. И самое главное, приоритет ставится тем людям, которые едут на сам форум, не просто там на образовательную программу, но и везут с собой проекты. То есть самая главная цель – это грантовый конкурс, который состоится там. Ну, вот смотрите, а если вы говорите, грамотно оформлен проект, а если молодой человек, как бы идея хорошая, а оформить его он до конца все-таки не может? Поможете Наурус? Да, конечно, вот как раз министерство, ну, если это ребята из нашей республики, министерство уже до начала форума, они занимаются ребятами и помогают им оформить, вернее, обучают, как правильно оформлять. А если нет, то на странице, на сайте Росмолодежи, там целая методичка есть, как правильно расписывать свой проект. До начала конкурса уже будут консультации с экспертами, где ребята, которые подали заявку с проектами, будут связываться с экспертами, они будут консультироваться у них. И уже менять свои какие-то ошибки, чтобы более тщательно подготовиться к самой защите уже на форуме. Понятно. Также хотелось бы добавить то, что акселераторы проходят не только в городе Черкесске. Мы стараемся охватить всю молодежь нашей республики. И на этой неделе были проведены акселераторы, как в Прикубанском районе, так и в Абазинском районе. И вообще цель у нас такая, чтобы в каждом районе провести эти акселераторы, научить выявить талантливую молодежь и развивать ее. Ну а скажите, Наурус, вы отслеживаете как-то судьбу тех, кто принимал участие на форуме Махар? Это им в жизни как-то помогает? Они могут потом, обладая необходимыми компетенциями и навыками, найти себе достойную работу? Да, да, да. Если говорить о участниках прошлых лет, ведь Махару уже 15 лет практически, он начинался с маленького факультетского семинара, а сейчас уже Всероссийский форум. Если смотреть на это, то Махар это то место, где мы зарождаем вот этот огонек желания достигать своих целей именно на Махаре. И потом мы радуемся тому, что ребята уже участвуют в других всероссийских форумах, защищают гранты на других площадках, пытаются помочь обществу и становятся такими социальными людьми, которые, во-первых, они, когда помогают обществу, они набираются опыта и сами, и они знают, что можно сделать для того, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь людей вокруг себя. И когда мы следим за теми ребятами, сейчас же есть в соцсети, где ты за каждым можешь проследить, чем он занимается, это радует, потому что они не сидят сложа руки, не наговаривают ни на тех, ни на тех, там у дивана, у телевизора, они действительно работают, и мы стараемся и после форума уже помогать реализации их идей, которые у них возникают. Все-таки по поводу работы я хотела бы еще раз уточнить, Расим, насколько я знаю, министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов, он тоже свою должность занял во многом благодаря тому, что он занимал активную жизненную позицию, заучаствовал в форумах различных. Помогает ли участие вот в таких мероприятиях устроиться и найти работу? Конечно. Я абсолютно смело могу сказать, что помогает, поскольку у нас, например, штат сотрудников, он довольно-таки молодой, и у нас там вплоть до начальников отделов назначены ребята, которые мы видели, что человек там ездит на форумы, у него довольно-таки активная жизненная позиция. Мы смотрели, как люди реализуют те или иные свои проекты. Есть человек, ну, довольно-таки активен, мы таких людей, наоборот, стараемся привлекать к себе и там трудоустраивать. Так вот, когда говорят, что в Карачао-Черкесии нет работы, и ты ее не найдешь без нужных связей, это неправда. Конечно, неправда. Пожалуйста, работай, принимай участие, тебя заметят и пригласят, правильно? Конечно. Вот сейчас многие активисты нашей молодежной политики, нашего региона, они уже некоторые из них стали советниками директоров по воспитательной деятельности в школах, колледжах. Это очень крутой результат для таких молодых ребят, когда тебе там 20-25 лет. Очень много должностей они получили благодаря вот своей социальной активности. Даже в университете у меня в управлении все ребята, они из такого актива студенческого, молодежного, и занимаются тем же делом, которым они занимались в студенчестве. Но теперь, конечно, ответственности больше, и уже получают за это и зарплату, что приятно. Ну что ж, огромное вам спасибо за то, что вы работаете, за вашу работу. Вам удачи во всех ваших начинаниях, проводите побольше полезных форумов, потому что вы помогаете в этом нашей молодежи. Поверить в себя, поверить в то, что они живут в огромной, великой и могучей стране. Спасибо вам, всего доброго. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Я надеюсь, вам было с нами интересно. Всего доброго, до новых встреч в эфире.